Добрый день, друзья! Пока семья собирается к ужину, я решила их порадовать и приготовить на очень скорую руку что-нибудь сладенькое и вкусное к чаю. Стакан сахара. Стаканы у меня 250 граммовые, но плюс-минус 5-10 грамм сахара, а то и 20, роли уже не играет. Сюда нужно вылить 1 треть горячего молока. Молока у меня нету, будем импровизировать. Итак, беру четверть стакана кипятка, добавляю сюда столовую ложку сметаны и все это выливаем в сахар. Сахар перемешиваем с этой нашей смесью, желательно до полного растворения, пока вода горячая. Если этой температуры сейчас не хватит, я смесь поставлю чуть-чуть на огонь и не важно, что сметана будет слегка сворачиваться, лишь бы у нас было что-то молочное. Да, придется, чтобы ускорить процесс, чуть-чуть подогреть и заодно не буду дожидаться, чтобы масло растаяло, коль я все это буду греть. Выкладываю сюда сливочное масло. Короче, так, стакан сахара, 1 треть молока или воды со сметаной или просто воды и 100 грамм масла. Пошла греть. Смесь прогрелась, сахар растворился, даже бочок и поджарился, потому что я немножко отвлеклась. Буквально на все это занятие я потратила 5 минут. Сейчас еще 5 минут подостынет. Продолжим. Баклажанами закончили. Теперь будем продолжать заниматься нашим печеньем. В эту смесь высыпаю 2 стакана муки. Пока 2 стакана, это все зависит от муки. Мне надо, чтобы я замесила тесто и оно не липло к рукам. И второй стакан. Можно добавить щепотку соли. Хуже не будет. 2 чайные ложки разрыхлителя. У меня разрыхлитель самодельный, я его сама делала, потому что я много пеку, много его использую. У нас на канале есть рецепт, как сделать самому разрыхлитель. Пожалуйста, кому интересно, заходите, смотрите. Итак, продолжим. Замешиваем тесто. Не ждите, что у вас тесто будет раскатываться таким пластом. Тесто эластичное, очень нежное, но оно не будет раскатываться. Оно на сахаре и на масле тесто, оно будет рваться. Поэтому, что мы делаем? Мы делим тесто на две части. Одну можно пока положить в холодильник, или если у вас два противня, сразу будем выкладывать и второй. Я взяла пекарскую бумагу, которую стелила под тесто, вместе с тестом. Выложила на стол и вот так вот раскатала в него. Можно, чтобы оно не рвалось у вас, это тесто, сразу вырезать формочки стаканчиком или чем-нибудь. И тогда уже просто лопаткой выкладывать на противень. Я не хочу возиться со стаканчиками. Я экономлю время, хочу, чтобы было всё быстро, ну, более-менее красиво. Поэтому вот, возьму колёсико и вот так вот по диагонали намечу свои печенюшки. Если у вас колёсико не гофрированное такое, не зигзагом, ничего страшного, можно сделать обычные. Но опять же, если вы хотите, пожалуйста, вырежьте всё стаканчиком. И теперь вот так. Самое главное, что это получается очень быстро и всё будет замечательно вкусное, хрустящее ароматное печенье к чаю. Поскольку наше печенье называется сахарное, мы ещё сверху его посыпем сахаром. Можно чуть-чуть смочить водичкой, чтобы сахар лучше пристал. Прямо чуть-чуть, вот так. Посыпаем. У меня сын обожает это печенье. Конечно, для людей в возрасте, если у кого-то проблема с зубами, сразу предупреждаю, печенюшки будут хрустящие такие вот. Поэтому, чем тоньше вы его раскатаете, тем лучше. Не надо его делать толстеньким. А когда так, уходит вообще на ура. Видите, как удобно лист? Я ничего теперь, я ничего с этого листа не снимаю. Прямо так его перенесу на противень. Вот так. Вот, видите? В духовку буквально 5-7 минут. Я своё это печенье называю 5-ти минутка. конечно, выходит вместе с раскатыванием и замесом теста минут 15, если вы быстро делаете, не снимаете на камеру, но в духовку следите. 5-7 минут при температуре 180 градусов всё сейчас будет готово в миг. А то, может, и 3 минуты, если духовка заранее раскалена. Вторую часть теста я сейчас раскатаю также на пекарской бумаге. Сделаю то же самое. И я вас уверяю, я даже не успею его хорошо раскатать, как предыдущее печенье уже будет готово. Вот и вторая часть готова теста. Я ещё с краю обрезала со всех сторон, чтобы печенюшки у меня были такие волнистые и красивые. Да, не забудьте предварительно смазать водой и посыпать сахаром, чтобы у нас получились настоящие сахарные печенюшки. В общем, это один из самых быстрых рецептов печенья. Который мне известен именно тот, который мы делаем в духовке. Теперь эту часть теста сформированного отправляю в духовку на 5-7 минут, не более. Вот и всё. Вот такое изумительное печенье у нас получилось на скорую руку. Если без лишних преувеличений, то я вам скажу, у меня на всё про всё ушло около получаса времени. Причём, вы видите, это только часть печенья. Остальную, которая в виде обрезка, может быть, где-то неровности каких-то, уже мои домашние растащили. Ну, что ещё можно сказать? Делайте печенье по этому рецепту, особенно, если у вас гости на пороге. Поделитесь своими друзьями и близкими, если вам понравился этот рецепт. А также, если вам понравилось видео, не забывайте нажать на пальчик и на колокольчик. Всего доброго! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!